И снова доброе утро, дорогие друзья. Обычно по весне мы говорим, что, дорогие друзья, пора в спортзал, пора делать зарядку для того, чтобы привести себе форму, но нет, и осенью тоже нужно держать себя в форме, и в этом нам сегодня поможет наш Питаль. Тарья Радольская. Даш, привет. Доброе утро. Ты почувствовала уже, что осень полноценно вступила? Да, очень, даже сильно. Я очень зависимая от солнца человека, у меня дождь. А Глеб только сегодня говорил, что лето продолжается, погода же прекрасная, да какая же осень, скажи. Ну днём-то, может быть, солнышко будет, а сейчас дождь идёт. Слушай, у нас, знаешь, какой созрел сразу вопрос? Вот осенью есть ли какие-то определённые такие понятия для людей, которые увлекаются физической культурой? Например, осенью можно только внутреннюю часть бедра приводить в порядок, она более отзывчивая, или только трицепс, ну вот к примеру. Существует ли что-то подобное? Ну я думаю, что нет, конечно. Как тренировали всё тело, так и надо продолжать. Надо всё тело тренировать, и мозги в том числе, кстати говоря. Да, послушайте. Хорошо, я вот сейчас буду такой человек с миллиардом вопросов. Хорошо, всё тело тренировать. А некоторые люди говорят, что нужно как-то по группам мышц разбивать свои тренировки. Это правильный подход? Или всё-таки можно в один день делать то, что вот тебе очень сильно хочется? Ну, чаще всего разбивают тренировки. Если это, к примеру, ноги, то значит мы прорабатываем ноги, спина, плечи. Чаще всего так. Это касается всех людей, которые любят заниматься спортом, или только профессионалов, которые готовятся к каким-то соревнованиям? Ну, это зависит от того, наверное, для чего нужна тренировка. К примеру, если похудеть, то чаще всего используют круговые тренировки. Вот на них как раз-таки прорабатываются все группы мышц. Мне кажется, что в 99% случаев нужно всем похудеть. Скажи мне, Вера, мы с вами будем зарядку делать, будем разговаривать? Да, да, да. Ну, это такие основные наводящие вопросы. А вот следующий вопрос таковой. Что мы сегодня будем делать с нашими телезрителями? Наконец-то! Да, сегодня покажу упражнение для наших рук, чтобы они были подтянуты и красиво. То есть будут задействованы плечи, бицепсы, трицепсы. Конечно, нам же еще котомки носить с осенними продуктами, тыквы, кабачки и все остальное. Начинаем. Хорошо, первое упражнение у нас будет на плечи. Берем гантели, либо бутылочки с водой. На выдохе поднимаем руки перед собой, на вдохе опускаем их вниз. Поднимаем и опускаем. Делаем таких 15-20 повторений. И приступаем к следующему. Глеб, ты делаешь в зале такое? Да. И я делаю. Ничего себе, вы молодцы, ребят. Значит, и мы тоже теперь будем стоять с дителями. То же самое. Хорошо, следующее. Ноги мы сводим вместе, можно слегка присогнуть колени, прогнуться в спине. Живот подтянут. И мы разводим руки в стороны. На выдохе поднимаем, на вдохе опускаем вниз. Также делаем 15-20 повторений. Старайтесь сильно локти не сгибать. А вот покажи, вот прям наглядно, в каком месте у нас сейчас что работает и что будет видно. Вот, то есть, это у нас, знаешь, как говорят, секутся плечи. Это от этого упражнения они секутся. А покажи, где. Вот я уверена, что наши зрители тоже хотят увидеть. В каком месте? Как мне приподнять руку? Вот так, пальчиком. Вот. Вот, все увидели. Все увидели плечо. Дальше. Следующее упражнение будет у нас на бицепс. Ноги можно поставить чуть пошире. Развернули ладошками вперед, руки, локти мы прям прилепили к талии. Живот у нас опять-таки подтянут. На выдохе мы приподнимаем руки к себе, но сильно высоко к плечам. Не задираем, чтобы бицепсы наши не отдыхали в этом положении. На выдохе наверх, на вдохе вниз. И не вздумайте помогать себе животом. Я уверена, что ты тоже видела, да? Многие, не то что животом, многие вот так пытаются прям раскачиваться, да, когда совсем тяжело становится. Хорошо. И следующее вот это трицепсы наши любимые, которые могут подвисать здесь где-нибудь. Поднимаем руки наверх. Я стану чуть боком даже. Также прижимаем локти к себе. И на выдохе мы поднимаем руки. Вдох, опускаем вниз. Выдох, поднимаем наверх. Мне кажется, что это упражнение одно из наиболее нелюбимых, наверное, среди... Мне кажется, оно одно из самых... Девочек. Хотя бы у каждого слова. Среди девочек. Потому что оно самое сложное, наверное. Нет? Да нет, наверное. Не нужно брать блин 16 килограмм, понимаешь, и задирать. А, да, в удовольствие. А, да, а я думала, надо 16 сразу брать. Вот же я. Прекрасно, Дашенька. Что еще расскажи? А как же мы без пресса? Неужели мы сегодня без пресса обойдемся? Ну, так красиво. На пресс я знаю очень много упражнений. У нас Даша вообще лань стройная, я должна сказать. Тогда если... Ну, слушай, раз сказал Глеб, значит, мы тебя не будем больше мучить, потому что когда мужчина говорит, что все в идеале, все, можно, значит, уже не напрягаться. Оно на самом деле в идеале. Даша, спасибо тебе большое за настроение с такой замечательной внутренней зарядкой, за то, что ты всегда посещаешь нас здесь, в нашей студии, в нашем прямом эфире.